МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире программа Нереальная политика. С вами, как всегда, Андрей Колесников и я, Тина Кандулаки. Сегодня у нас в гостях Михаил Боярский. Я думаю, что нет в стране людей, которые не знают о том, что вы болеете, потому что абсолютно очевидно, каждый раз, когда вы появляетесь, вы так поддерживаете зенит и символикой, и своим отношением. Я бы сказал, что это бросается в глаза. Да, что это бросается в глаза, могла даже и не говорить. Будем говорить о футболе? Вы будете говорить о футболе, а я буду болеть. Ну а как? Вы же не можете болеть в отрыве от событий, которые происходят в этой сфере? Могу. Как? Так, хожу на стадион, болею за зенит, остальное меня мало волнует. Ну, смотрите, сегодня... А вот, извините, вас мало волнует, мне кажется, потому что происходят в футболе незаметные, на первый взгляд, изменения, ну и заметные тоже, которые могут обернуться и для зенита, я бы сказал, серьезными потерями. Абсолютно с вами согласна. В очках, голах, секундах. Потому что Анжи покупает Роберта Карлоса. Купила. Все уже все купили. Терек Руда Гуллита. Но главное, это системность, с которой люди подходят к решению этих задач. Вы не чувствуете угрозы? Нет. Почему? Вы считаете, что зенит настолько сильная команда, что никакие иностранные тренеры и игроки ничего не смогут изменить в нашем чемпионате? Да, пожалуй, что так. Мне кажется, что команда футбольная сродни, театральный трупп, если туда придет гениальный режиссер, а труппа не сможет сделать то, на что она способна, по его задачам ничего не изменится. Команда создается годами, и вот сейчас зенит находится в самом пике. И тренер прекрасный, и все футболисты в хорошей форме. И потом, смотрите на табло, зенит выигрывает. Ну, зенит выигрывает же по-разному, правда? Ну, с «Янг Бойс» они, да, играли в последний раз, если я не ошибаюсь? Ну, знаете, когда выходят люди, понимаете, да, играющие, говоря вашим языком, против там, труппа регионального драматического театра против комедии «Францесс», и комедии «Францесс» побеждает, и мы этому радуемся, ну, это смешно, потому что был же момент, когда было непонятно, мы или «Янг Бойс». Ну, это драматургия. Хорошо, тогда объясните такую вещь. Я слышала, что люди, не только играющие в футбол, работающие в футболе, но и любящие футбол часто сравнивают футбол с поэзией. Я не смогу сравнить футбол с поэзией, я так не считаю. А что это? Ну, это сродни гладиаторам римским, это азарт, адреналин, это замена зрелища кровавого на вещь эмоциональное и цивилизованное. Ну, иногда футбол становится и кровавым зрелищем, и в том числе и на трибунах тоже. Да, но это уже… Происходят гладиаторские бои такие? Ну, это уже не болельщики и на поле не футболисты, если они позволяют себе такое. Но так как вы болельщик со стажем, наверное, вы согласитесь, что проанализировать происходящее вы как минимум можете, а как максимум можете даже дать прогнозы на самый простой, волнующий всех вопрос. Вот на Северном Кавказе сейчас эти вложения стали большой надеждой на то, что дети уже будут играть не в автомат, как это происходит, да, а дети будут играть в мяч. И, например, футбол во время поиска вот этой некой, как бы, да, там, новой идеи выбрали какую-то новую идею, которая даст возможным людям перейти от времени военного к времени мирному. Вы считаете, что футбола достаточно? Футбол на это способен? Нет, не способен. А вы знаете, я вот прочитал интервью нового генерального директора клуба «Анжи», который говорит, что это не просто футбольный проект, это республиканский проект. И уверен, что это может быть такой национальной идеей, которая потянет за собой и детей, и взрослых от оружия к... Футбол – это не национальная идея, это национальное развлечение. Это уход от морских проблем, как в мужскую баню. Уйти, там мало что можно сделать, кроме как хорошенько попариться и выпить пивка. Так же и футбол. Это азарт, это друзья, это размышления, рассуждения временные. Я не могу прийти домой и продолжать играть в футбол с дочкой, с сыном и супругой. У меня есть другая работа. Но это большая перемена. Ну и вы в структуру верите? Вот все, например, из победы на заявку о чемпионате мира и с этим строительством, все же говорят о чем, что начинают строиться огромные объекты. Объекты, они создают некую инфраструктуру, которая элементарно задействует людей. То есть это серьезный поворот в сфере безработицы, людей, у которых нет очевидных социальных лифтов. Вы думаете, так будет? Нет, я так не думаю. Почему? Я никак не соединяю футбол с проблемами, которые решают нравственные и социальные проблемы. Ну никак. Ну а как? Ну вот к чемпионату мира построят новые дороги, новые отели. Это не решение социальных проблем? Переключение людей можно, можно ли? Городов, которых никогда бы, если бы не это чрезвычайное событие, ничего бы такого не случилось. Нет, я так не думаю. Я думаю, что если бы футбола не было, то и дороги бы строили, и дома бы строили, и рано или поздно улучшали бы жизнь наших горожан. Может и строили бы, но строили бы через 20 лет, через 30. Ну и спешка тоже ни к чему, неизвестно сколько они простоят. Ну а вы спросите этих людей, которые там живут, нужна спешка в строительстве дорог или нет? Я спрашивал, они не все очень ликуют по поводу сноса домов и так далее у многих трагедии личные. Вот я про это и хотела тоже поговорить. Посмотрите, Михаил Сергеевич. А вы имеете в виду Сочи. Ну, разумеется. Людей, да, которые оказались задействованы в сложившихся... В этих тектонических изменениях. Да, ничего не поделать. Лес рубит, щепки летят, тут ничего не поделаешь. Нужно иногда и подчиняться власти. Но нам чем это объяснять? Что мы в этом плане народ героический? Вот вы справедливо сказали, что почему дороги должны быть связаны с футболом, да, инфраструктура дешевой гостиницы с футболом. По логике это должно строиться само. Но есть еще такая теория, что мы не можем делать все просто так, потому что надо, нам нужен подвиг. Вот, то есть, когда происходит какой-то форс-мажор, вдруг мы выиграли чемпионат, вот он, форс-мажор. И сейчас под этой героической идеей мы все должны объединиться. Щепки пусть летят, но результат должен быть, потому что перед миром по сравнению не очень хочется. Я согласен с вами, да, мы должны хорошо выглядеть в глазах общественности, в глазах всего земного шара, поскольку это самая популярная игра в мире. Но это никак не связано с тем, что вот, если чемпионата следующего не будет, у нас страна рухнет, и все стадионы зарастут травой и так далее, и так далее. А вы Мутко смотрели? Ролик с Мутко? Да. Ну и как? Нет, я, тут очень сложная история, мы с ним очень близко знакомы. Мне кажется, это очень мужественный поступок был. Вот я абсолютно искренне говорю, он же прекрасно понимал, что это будет значить, как это будет выглядеть. Да. И он все равно пошел на это, да? Он сделал это. Вот, и я считаю, что не в последнюю очередь благодаря этому мы выиграли эту заявку. Я считаю, что тут восточная мудрость очень хороша. Ходжан Средин сказал, что я научу осла говорить. Пусть Падиша мне выдаст миллион драхом. Вот выдал, он говорит, через 10 лет осел заговорит. Ты что, смотри, тебя же убьют. Говорит, ну через 10 лет либо осел умрет, либо я, либо Падиша. То же самое с теми на мир по футболу. Абсолютная история, идентичная. Ну, все. Инвестиции пошли, деньги пошли. А никому неизвестно, где тряханет землетрясение, где будет цунами, кто будет у власти в это время, что произойдет в мире. Непредсказуемо не может этого быть, чтобы в 18-м году случилось то, что должно случиться. Этого быть не может. Черчилль правильно сказал, но он сказал, что будет в 18-м чемпионат мира, а потом умно объяснить, почему этого не произошло. Ну, насчет того, кто будет у власти, мне кажется, примерно понятно уже. Нельзя говорить про нашу страну. Многие страны скажут, а мы не поедем. Согласна, да. Потому что мы вот... Что за 7 лет произойдет, вообще непонятно. Мы через 7 лет это будет... А вы знаете, по этой логике, может, и хорошо, что Анжи и Терек развивают. Может, мы как раз чемпионат мира внутри и проведем. Очень может быть. Понимаете, уже все итальянцы будут играть у нас. Пускай, тенденция великолепная, добрая, человеческая. Но ведь за этим стоит еще и огромное количество людей, которые думают, так, что бы мне нужно сделать, мыслит большинство. Как бы мне на этом заработать? Так объясните мне, Андрей, помнишь, когда мы выиграли, я думала, что в эту ночь просто все выйдут на улицы. Когда мы выиграли? Когда мы выиграли чемпионат мира. Ну, в смысле, заявку на чемпионат мира, когда стало понятно, что его будут проводить в России. Знаете, какая картинка на Западе была самой популярной? Пустая Красная площадь. То есть иностранцы ждали, что в этот момент мы все выйдем. Как это вообще объяснить? То есть, вот мне казалось, что футбол, он объединяет всех. Не обращать внимания. Кто такие англичане, кто такие французы там и так далее. Мы всегда видим так, как нам хочется. Почему мы должны обязательно ринуться все на Красную площадь и, как сомнение, решили орать? Мы дома выпили все и порадовались. Что нам еще нужно? А еще, мне кажется, мы просто уже присытились победами наших заявок. То есть, вот, Суочинской заявки, заявки на универсиаду, заявки на чемпионат мира. Если бы это было 30-40 назад, да, вышли бы. А сейчас те, кто, так сказать, являются тенейнджерами, им как-то до фонаря, мне кажется. В общем, хотя они являются основными болельщиками, причем не болельщиками, а фанатами. Нечего взрывать. Не с кем подраться. Нету причины для того, чтобы устроить мордовой. Ну, то есть, вы этим самым сразу хотите сказать, что на манежке футбольных фанатов точно не было. То есть, это... Вот уж меня это мало интересует. Но тем не менее. Как же не было, когда были... Слово «фанат» меня всегда раздражает. Болельщик. Вот это звание, понимаете? А ведь у них огромная градация, там, шарфисты, там... Ну, то есть, вы шарфист. Я сам в низком звании. У них сбор еще за городом, там, драки, тренировки, секундам, все прочее. Как, откуда, куда пойти, как зажать противника, так, чтобы четверым побить десятерых. У них своя война. Они же не футболисты. Они не любят футбол. Он же ничего из своего баннера не видит в футболе. Но растянуть какую-нибудь гадость... Вот он вот эту гадость и держит. Стыдно бывает за них. Безумно. За низкий уровень. Понимаете? Ведь почему не вышли? Когда смотришь на лица и на пение зарубежных болельщиков, оно гармонично. Там много детей, там много женщин. Они умеют петь вовремя. Они не мешают. Они радуются. У нас же битва. Да, милиция огораживает один секретарь от другого, чтобы потом они в конце концов не набили друг другу морду, что обязательно случится. Потому что, а что, собственно, на футбол-то ездить? Не болеть же за команду, а подраться. Вот это да. Ну, это что же... Извините, но на Западе тоже с этим... Да, я тоже хотел сказать, англичане, они тоже везде дерутся, где только могут, бьют витрины. А итальянцы, а испанцы, что на хлеб мажут, что ли? Да подумай, кто такие итальянцы, испанцы и французы? Мы о себе давайте думаем. Ну, просто, например, когда говорят, что наши болельщики самые невоспитанные, я раньше с этим соглашалась. Но теперь, когда я смотрю, как ведут себя фанаты за рубежом, я понимаю, что фанаты везде одинаковые. Наши фанаты очень хорошо себя ведут за рубежом. Что, более тихо, просто побаиваются? Ну, да, они дерутся, так сказать, с своей когортой. И, в общем, кроме лозунгов и транспарантов, в общем, ведут себя гораздо скромнее, чем англичане, и которые напиваются довольно сильно, и я был свидетелем. И скромнее, чем у себя дома ведут. Скромнее гаража. Здесь у них все понятно, что будет. Отпустят, милиция добрая и все, и так далее. Как мне нравятся ваши московские болельщики, которые радуются тому, что приезжают из другого города, обнимаются, радуются, чтобы посмотреть зрелище. Равно, как и я пытался несколько раз это сделать, спартаковскими. Меня только гнали так, что я только пятки сверкал. А в Питере это не принято? Нет. Я еще раз повторяю, разные люди. Я с открытой душой, когда приезжают к нам болельщики из других городов, я могу уступить место, достать билет, отвезти на машине какое-нибудь другое место, провести, попросить милиционера, бутылку он нес и выгоняет до нас водой. То есть обязательно помогаю, потому что я заинтересован в том, чтобы они получили удовольствие. Особенно из другого города, когда с тобой сидит рядом, я болею за одну команду, за другую. У нас с ним хорошие мужские взаимоотношения. Сразу дать ему раз. Михаил Сергеевич, а что вы будете говорить, когда приедет на Петровске Роберто Карлос и забьет «Зениту»? Ну, Роберто Карлос, я ему буду аплодировать, конечно. Конечно. Но вы говорите, что угрозы не чувствуете. Видимо, и аплодировать будете, и действительно не чувствуете угрозы. Ну, что вы сделаете, если на сцену выйдет Аль Пачино в роли Сальери? А ваш покорный слуга будет играть Моцарта. Моцарта! Сальери, браво. Потому что мастерство. А мастерство ценится любым болельщикам. Через несколько минут мы к вам вернемся. Вы смотрите программу «Нереальная политика». Продолжаем разговор о футболе с Михаилом Боярским. Ну, вы же очень важную вещь мне сказали, мы за эфиром когда говорили. Вот я стала разбираться и поняла, что есть частные клубы, абсолютно частные. Есть получастные клубы, может, я путаю. А есть как бы клубы, которые... Ну, у вас же нету. Вы не путайте. Своего нет, и пускай они там сами разбираются. Нет, но смотрите, у кого частные инвесторы, они же могут себе позволить покупать, кого хотите. Правда же? Вот, например, «Зенит», прежде чем кого-то купить, какую-то покупку совершить, он же 10 раз подумает, правильно? Покупать, не покупать. Покупать, «Зенит» не купит «Месси». Ну, конечно, нужны для этого деньги, и потом... Ну, деньги-то у «Газпрома», может, и есть. Может быть, но с политикой достаточно тонкую политику футбольную. Он берет только то, что ему необходимо. У нас хорошая скамейка. Мы возьмем где-то, так говорят, что мы купим еще пару футболистов, но я за то, чтобы играли свои. Конечно, так проще, когда имеешь деньги, собрать все самое лучшее, и этот бизнес, конечно, беспрокешный, когда я могу взять, как в кино, тех актеров одного из этого театра, другого из этого театра, из этого театра, из этого театра, из этого театра, из этого театра. И коса обеспечена. Когда ты понимаешь, что если у тебя в Казе Грузуэль, Сальпачино и Дениро вместе, то провалиться ты априори не можешь. Вот, ну, теперь уже несколько по-другому устроен футбол. Это бизнес большой. И те, кто смотрел футбол прошлого века, в недоумении, потому что сумасшедшие деньги стоят спортсмены. Я не люблю считать чужие деньги, мне только рад, чем богаче человек, тем лучше. Но по сравнению с ветеранами войны, с врачами, с теми людьми, которые гораздо больше вклад делают в жизнь человечества. Перениман там или кто-нибудь еще, или Нобелевская премия. Это несравнимый вид. На лях по сравнению с футболистами. Ну что ж, играйте, как они, будете получать. Но смотрите, помните, года три или четыре тому назад, когда в Италии был грандиозный скандал с прослушками, с разговорами, с выявлением договорных матчей. И абсолютно там, да, четко, я вот для себя как болельщик впервые узнала и услышала, что такие большие деньги, они мотивированы не только тем, что футболист стоит там 10 миллионов, а потому что очень большие дяди, серьезные дяди занимаются этим серьезным бизнесом. Там идет распределение денег. Футболист не всегда получает такие деньги. Иногда декларируется больше, чем пропускается, покупается за одни, дается другие и так далее и тому подобное. Это как бы считать, вот как в Италии с этим же, как со спрутом в очередной раз, пытались устроить борьбу, пытались снизить зарплаты футболистов. Но ничего не получилось. Почему? Да я не вдавался в эти подробности, честно вам скажу. Ну, вы понимаете... Понимается, Барселона, я смотрю, получаю удовольствие. Как от игры на скрипке хорошего музыканта, а сколько он за это получает, там, Ростропович, сколько он за концерт имеет, сколько там Поворотти имеет за концерт. Ну, какая разница, я получил удовольствие. Значит, они ухитряются, так сказать, сидеть на двух штульях и зарабатывать огромные деньги, и дарить удовольствие зрителям. Хорошо. А считать, ах ты сволочь такая, вот тут он, понимаешь, на скрипке играет, а получает в 300 раз больше меня. Конечно, мне было бы обидно, если бы я сказал, а мне? Но мне достаточно. Но вы понимаете, да, что, например, Берлускони, он в определенный момент, вложившись в Милан и став самым популярным болельщиком Италии, он таким образом заработал себе просто политические очки, что футбол стал вполне популярным премьер-министром. Очки своим отношением к женщинам. Вот тут я ему аплодирую. Вы солидарны с Берлускони? Конечно. В смысле, вы готовы звонить, будучи премьер-министром, в полицейский участок и говорить, выпустите мою девушку? Ну, разумеется, мужик настоящий. А футбол уже на втором месте. Это все ерунда. Нет, он ведет себя как настоящий мужик, потому что не стесняет своей должности, ведет себя как все нормальные люди. В смысле, как по... Ну, я не знаю такой девушке, которая попадет в милицию у меня, но если бы попала, я бы пошел выручать. Ну, вы понимаете, да, что девушки, которые попадают в его случай, они очень однотипные, однохарактерные. Более того, потом они зачем-то оказываются у него в министрах, что еще хуже, понимаете? А кто его знает? Тут я с вами не согласен. Ничего не хуже других. Ну, понимаете, та проверка, которую проходят они, это не самый главный критерий. Это та самая проверка, которую проходят все. Женщины? Ну, практически на хороший пост должна пройти проверка. Зачем? А тут раскрывается внутренний мир человека, чтобы не ошибиться. Хорошо, что это футболистов хоть не касается в его клубе. Да. Потому что они проверку не проходят. В этом смысле футболисты меня устраивают полностью. Я обожаю мужиков таких, которые... Ну, есть момент. Они умирают на поле часто. Я понимаю, что это часть игры, но все-таки хоккеисты помужественнее будут. Там шайбой в лоб закатают и молча с арены уезжают с ледовой. А тут попадет по ноге. Я понимаю, больно. Но чуть ли не мама и помогите, и умираю. Но это театр в этом смысле. Может быть, вы правы, что футбол остановит в какой-то мере то сумасшествие, которое сейчас творится на земном шаре. Но я очень сомневаюсь, что к 2018 году может состояться мирный футбольный матч. Сейчас такое творится, что, упаси бог, может камень на камень не остаться. Ну, вот смотрите, например, тот же Северный Кавказ. То есть где-то, например, все успокаивается относительно, где-то, наоборот, все начинается, да? Где-то не останавливается. То есть там постоянно идут эти процессы. Ну, давайте в Ливию кименем пару мячиков, посмотрим. Может, они сразу начнут играть в футбол, да? Ну, может быть, например, для ребят, которым сегодня 8 лет, если вот достроятся эти стадионы, которые строятся и в Чечне, и в Дагестане теперь, может быть, вот для ребят, которым 8 лет, которых сейчас взяли в спортивную школу, которым 7 лет, вот на протяжении ближайших 10 лет будет понятно, куда еще можно развиваться, помимо того, что можно, например, пойти в лес. Это же очевидный фактор, правда? Вот куда им идти? То есть вы же сами говорите, что отношения, да, внутри страны, между людьми разных национальностей, они все равно еще не сформированы и не сформулированы. И для того, чтобы люди как-то начали сосуществовать вместе в стране, в которой очень много этносов, нужна идея, которая не вызывает ни у кого вопросов. Вы же справедливо сказали, какая вам разница, кто рядом с вами сидит? Вы же оба болеете, и это же классно. Вам же все равно, правда, какие у него политические взгляды, какие религиозные. Я говорю, что не может быть национальной идеей в футбол. Если все начнут тренироваться, то они отупеют. Понимаете, будет тупая нация, которая может ударить ногой. Я бы лучше куда-нибудь переймал, поближе туда, к университету. Да, он дверь не открывает. Ну, сколько уже тоже стоит, правильно? Мне кажется, нужно воспитать грамотных болельщиков. А гений, как Стрельцов, рождаются раз в сто лет. Вот их нужно уметь отбирать. Селекция должна происходить. И должно быть их не очень много. А удобство для болельщиков. Битлз вчетвером заставили весь земной шар научиться играть на гитаре и выучить английский. Вот если бы то же самое. Но это же более... И все были пацифистами. Эти хиппи, они пальцем никого не ударили. Они стали более нравственными людьми. Они стали читать, влюбляться, рожать детей, писать книги, изобретать новые формы художественные. Футбол очень узконаправлен. Поэтому футболистам футболистово, болельщикам болельщикова, и пускай они ходят на стадион врачи, космонавты, учителя, сантехники и так далее, они не должны быть все футболистами. Если футболисты будут смотреть футбол, футбол закончится. Но все-таки по этой логике, мне кажется, Роберто Карлос может научить Дагестан играть в футбол. Даже как Битлз научили играть... Дай-то Бог, дай-то Бог. Ну, потому что... А почему бы нет? Если это будет так, в чем я сомневаюсь, то я двумя руками за. Я просто понимаю логику, Андрей. Вот как девушка, все-таки выросшая на Кавказе, кавказским людям всегда неудобно...